ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России всё-таки создадут правовую базу, позволяющую штрафовать водителей с помощью фото и видео со смартфона и других гаджетов. Материалы можно будет отправлять через мобильное приложение. Соответствующее поручение правительству дал президент Путин. Срок выполнения к началу лета следующего года. Надо сказать, что такие приложения ранее существовали в некоторых городах. Например, в столице это помощник Москвы. Однако Верховный суд признал их незаконными, так как телефоны, а, не являются специальными средствами, и, б, они не работают в автоматическом режиме. ТРАССА 101 Депутаты Государственной Думы озаботились проблемой обилия интернет-сайтов, на которых можно купить поддельное водительское удостоверение. По словам одного из парламентариев, цена вопроса не так уж и велика – от 25 тысяч рублей. Народные избранники предлагают ужесточить ответственность за изготовление фальшивок. Сейчас это до двух лет тюрьмы. Также, по их мнению, надо усовершенствовать порядок поиска и блокировки таких ресурсов. ТРАССА 101 Можно ли лишиться прав за грязные номера? Легко. Мировой суд оставил без водительского удостоверения на два месяца жителя столицы. Форт Мондео, за рулем которого он находился, инспекторы остановили в погожий день, когда на дорогах не было грязи, однако номера машины были словно специально замазаны. История повторилась некоторое время спустя, а тогда материалы дела и были направлены в суд. Автовладельца наказали за применение материала, препятствующего идентификации государственных регистрационных знаков. ТРАССА 101 Чаще всего машины в нашей стране угоняют у Артемов и Ксении. Список несчастливых имен составила страховая компания «Согласие». У представителей сильного пола лидируют также имена Никиты и Денису, Слабого, Валентина и Вера. Кроме того, страховщики выяснили популярные места похищения автомобилей. На первой строчке оказалась парковка у дома. Половина угнанных легковушек имеет либо белый, либо черный цвет. ТРАССА 101 А компания «Скани» добилась рекордного КПД от дизельного двигателя – ровно 50%. Больше не было ни у кого. Новый 13-литровый мотор, разработанный шведами за 2 миллиарда евро, вскоре начнут устанавливать на грузовике. Впечатляет заявленный ресурс силового агрегата – это 2 миллиона километров. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова